По данным Росстата, за последние 10 лет смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в нашей стране ни разу не опустилась ниже 800 тысяч человек за год. Это население большого города. Каковы основные причины возникновения таких заболеваний и какие методы лечения и профилактики необходимы, узнаем в сюжете Анастасии Новичковой. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входит ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, периферических картерий, ревмокардит, врожденный порог сердца, тромбоз и другие. Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которые препятствуют току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Здесь можно отметить избыточную массу тела, здесь можно отметить психоэмоциональные перенапряжения, стрессовые ситуации, это курение, это злоупотребление алкоголя, употребление большого количества поваренной соли, это нарушение липидного обмена, это расклероз, это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет. Зачастую лежащая в основе заболевания болезнь кровеносных сосудов протекает бессимптомно. Инфаркт или инсульт могут быть предупреждениями о заболевании. Симптомы инфаркта включают боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки, в руках, левом предплечье, локтях, челюсти или спине. Поэтому необходимо периодически проверять свое здоровье у специалистов. К примеру, пройти диспансеризацию, которая включает в себя комплекс исследований, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях. В перечне диспансерных обследований есть такая процедура, как оценка суммарного сердечно-сосудистого риска, снятие электрокардиограммы, оценивается уровень холестерина и глюкозы крови. Это вот, несмотря на всю простоту, это очень хороший набор, который позволяет человеку оценить его риск развития грозных осложнений. Помочь жить долго и счастливо, будучи при этом здоровым, может только внимательное отношение к себе. Необходимо помнить, что при своевременном обращении к кардиологу многие заболевания сердца излечимы. Кардиология тесно связана с другими направлениями медицины. Поэтому своевременное выявление заболеваний сердца и сосудов позволяет на ранних сроках диагностировать заболевания других важных органов и систем.